Добрый день, друзья! У микрофона Арина Ефимова. Сегодня во всей стране отмечают День заповедников и национальных парков России. И, конечно же, по этому поводу в студии Baltic Plus мы сегодня встречаем Анатолия Калина, директор национального парка Куршская коса Анатолий Анатольевич. Добрый день! Добрый день! Ну, во-первых, поздравляю вас с праздником. Спасибо. Расскажите, как сегодня этот праздник отмечается на Куршской косе? Ну, на самом деле, это обычный рабочий день. Но сегодня у нас было торжественное мероприятие, где собрались все сотрудники национального парка. И мы им вручили ведомственные награды от Минприроды России. Самым заслуженным, самым лучшим. На самом деле, таких хоть у нас все наши сотрудники заслужены, но вот четыре человека у нас были выделены. Минприроды России. Поэтому мы провели мероприятие и дальше приступили к своим служебным обязанностям. Ну, то есть каких-то больших таких праздничных мероприятий нет. Обычный рабочий день просто отметили сотрудников. Да, где мы отметили наших заслуженных сотрудников. Давайте напомним о том, сколько посетителей было на Куршской косе в прошлом году, потому что цифра такая внушительная. В прошлом году у нас было порядка 820 тысяч туристов. То есть, а, ну, нет, уже больше, уже где-то 850. Но нужно здесь брать учет, что у нас очень много посетителей, кто идут по... Как сказать... Не учитываются? А? Не учитываются. Нет, посетители у нас все учитываются. У нас очень много льготников. Это порядка где-то 30%. То есть, когда начинают, все считают, сколько у нас прошло туристов, начинают потом переводить денежные средства. Но у нас очень много льготников, у нас очень много детей. Мы рады, что к нам едут, мы всех принимаем. Ну, единственное, что, да, наши туристы чуть-чуть стали больше делать нарушений на территории парка. Об этом тоже поговорим. Я так понимаю, это рекордное, да, количество посетителей именно в 2022 году? В 2022 году, да, это рекордное. И с каждым годом это количество туристов всегда увеличивается. На самом деле, мы этому очень рады. Мы к нам поехали, не только к нам, во всю Калининградскую область поехали туристы с России. Мы набираем, Калининградскую область, можно сказать, набирает большой аспект именно в туристическом развитии, потому что наша область, она именно и приспособлена для туристов. И все туристы, которые приезжают в Калининградскую область, обязательно приезжают к нам на территорию национального парка. В следующем году планируете ставить такие рекорды по посещению? И сразу хочется спросить, все-таки увеличивается количество туристов, увеличивается нагрузка на природу. Вот как это чувствуется, ощущается? Я думаю, что количество туристов будет увеличено, не то что на территорию национального парка, а к нам все равно поедет турист во всю Калининградскую область. Мы считаем, что увеличение это положительно сказывается. Да, для национального парка это нагрузка, нагрузка для инспекторов. Поэтому мы в этом году увеличиваем штат инспекторов, которые будут ходить контролировать территорию. Потому что на территории национального парка можно находиться в зонах хозяйственного назначения, в рекреационных зонах, в остальных зонах, извиняюсь, запрещено. Поэтому мы всегда готовы встречать наших туристов, которые к нам приезжают. Внимательно читайте правила нахождения на территории парка, чтобы ваше пребывание на территории осталось именно в положительном аспекте, а не с тем, что вы уехали с протоколом. А вот какое количество инспекторов могут осилить вот этот надзор? Я думаю, никакое количество не осилит надзор. На самом деле это именно отношения людей, которые нам помогают. Я всем всегда говорю огромное спасибо. Когда видят нарушителей, набирают службу национального парка, инспектора приезжают. Потому что за каждым нашим посетителем, кто приезжает на территорию парка, не поставишь инспектора. Инспектора работают в три смены, но они всегда через 5-10 минут будут на том месте, если пойдет звонок, что развели костер, съехали с дороги, пошли по Аван-Дюнюю. То есть здесь вот всем огромное спасибо калининградцам, которые делают и помогают национальному парку именно в нашей работе и в борьбе с нарушителями на территории. То есть такая получается народная помощь, настоящая? Это настоящее, это на самом деле любители, это любители природы, это ответственные люди, которые приезжают к нам и с нами проводят волонтерские работы. Это, кстати, очень много детей. И дети способствуют именно развитию и помощи своим родителям в плане ответственного отношения к природе. Но дети не на родителей жалуются, что родители там что-то нарушают? Все дети, какие участвовали у нас в наших мероприятиях на территории национального парка, именно волонтерские, они понимают, для чего мы сохраняем это замечательное место на территории России. Мы его сохраняем для всех наших следующих детей. И дети уже ответственно относятся к вопросам именно там, как собрать мусор, как сделать фашины. Они очень интересны там покрасить ту же самую мебель лесную, да. То есть, честно, наше мнение, оно идет, все идет сознание идет через детей. Потому что наши дети, они смотрят на мир по-другому. Мы смотрим это как обыденно, а дети смотрят это как достояние. И я и все сотрудники парка очень рады, что к нам всегда приезжают и школьники, и дети, и волонтеры, чтобы помочь именно в тяжелом труде, который выполняют сотрудники национального парка. А сколько всего в прошлом году, в 2022-м, поймали нарушителей? И что это были за нарушения? Ну, не поймали, а оформили. Это порядка 900 правонарушений. В основном это все-таки, наверное, все, кто любит пофотографироваться на заповедных территориях, куда людям запрещено. То есть, людям не нравится идти по настилам, смотреть на дюну. Они хотят спуститься на песочек. Это, наверное, основные правонарушители в летний сезон. Это, конечно, разведение костров, съезд с дороги. Ну, и самый такой у нас участок, это между... где больше всего происходит правонарушение. Это от Зеленоградска до КПП, где вот идет неконтролируемая масса людей, которые приезжают, отдыхают. Они думают, что это обычная территория Калининградской области. Хотя мы противники тоже разведения костров по всей Калининградской области. И что касается именно побережья. Потому что остаются горы мусора, и сотрудники национального парка потом это все убирают. Но это обычно какие-то единичные нарушения? Или есть прям такие рецидивисты, которые стабильно нарушают, не слушаются? Да нет, такой каталог мы еще не заводили по правонарушителям. Но это приезжие к Калининградской, это наши туристы. Это показала практика, что это даже приезжающие люди с севера, которые просто не читают правила нахождения на территории парка. У вас еще была такая операция в этом году, называется елочка. Отлавливали тех, кто хотел срубить новогоднюю ель. Вот как она прошла? Какие результаты? В этом году результаты нулевые. Ого, ничего себе. Поэтому всем огромное спасибо, что не приехали срубить у нас елочку. Нулевые результаты говорят, может быть, о том, что не было нарушений, а может быть, о том, что все-таки не поймались. Ну, варианты были, что не поймали, но по факту нарушения не было. То есть, да, мы проверяли выборочно автотранспортные средства, никого обнаружено не было, и все-таки я надеюсь, что результат нулевой, из-за того, что люди осознали, и лучше, что елочку можно купить живую, поставить дома в горшочке, а потом ее высадить в прекрасное место, чтобы она всегда росла. Я напоминаю, что сегодня в стране отмечается День заповедников и национальных парков России, а в студии «Балтик Плюс» Анатолий Калина, директор национального парка «Куршская коса». Анатолий Анатольевич, хочется поговорить немного про безопасность на дорогах. В национальном парке расскажите, как сегодня с этим обстоят дела, все-таки погодные условия разные сейчас бывают, то заморозки, то потепление. На самом деле дороги у нас такие же, как и везде в Калининградской области, поэтому прежде всего хочу напомнить, что не нужно превышать скорость, у нас на дороге помимо города выходят животные, то есть они не определяют, дорога это или нет. Когда вы ехали на территорию национального парка, нужно соблюдать скоростной режим и внимательно смотреть. А когда гололед, все-таки у нас очень много поворотов, и нужно сосредоточиться именно на дороге. То есть и это на самом деле ответственное вождение самого водителя, кто ведет автотранспортное средство. Потому что прежде всего это должно быть у человека в голове, кто ведет этот автомобиль. Если все-таки случилось какое-то происшествие и пострадало животное, что нужно сделать человеку в этом случае? Вызвать сотрудников ГИБДД, вызвать сотрудников национального парка, на вас будет оформлен протокол. Помимо этого, если животное погибло, еще будет оформлена загибель животного. Поэтому лучше соблюдать скоростной режим и не превышать скорость, ехать, смотреть, внимательно наблюдать, смотреть по сторонам. Хорошо. Давайте поговорим про искусство. В ноябре прошла выставка Дмитрия Булатова «Танцующий лес» про аномалию деревьев в национальном парке. «Танцующий лес». Вот скажите, вы сами, как думаете, видели ли вы эту выставку? И что вы думаете про эту аномалию? По выставке скажу так, что да, было проведено данное мероприятие, сделали 3D-модели наших деревьев, научного обоснования никто в национальный парк не давал. Это, скорее всего, просто проект для исполнения «Танцующего леса». Ну и, как можно сказать, условием того, что наши туристы всегда убивают «Танцующий лес», это плохие туристы, которые пытаются сфотографироваться, пролезть в кольцо, сесть, оставить себя в памяти. То есть, они все убивают наши деревья. Вот это мероприятие, которое было проведено Булгаковым, оно сохранит наши деревья в компьютерном виде. Но самое главное, что мы его не сохраним в естественном. То есть, я понимаю, что все любят компьютеры, любят посмотреть 3D-очки и так далее. Но, естественно, увидеть эту природу мы уже не увидим. Поэтому, когда вы приходите на территорию национального парка, для этого созданы специальные настилы. Прогуляйтесь по ним, сфотографируйтесь. Не нужно уничтожать просто природу. В целом, как сегодня оценивается вот состояние леса, танцующего? В целом, в принципе, 12 деревьев из 22 у нас еще нормальные. Поэтому не надо их губить. На самом деле, маршрут развивается. Маршрут, мы преобразили маршрут. Он уже стал у нас километр 300. Сейчас будет его конечное наполнение. У нас там появятся лавочки. Будет распределено движение по маршруту. То есть, он стал доступен для людей с ограниченными возможностями. Потому что сейчас мы, наверное, один из первых национальных парков, который взял движение. Именно между людьми не должно быть разницы. То есть, мы работаем. То есть, мы открыли Королевский бор. Сейчас мы сделали танцующий лес. В следующем году мы придем к тому, что высота эфа тоже станет доступной для людей с ограниченными возможностями. Анатолий Анатольевич, вот у меня буквально вопрос от радиослушателя в прямом эфире. Спрашивают, увеличится ли в следующем году количество туалетов на Курской косе. Многих, оказывается, это волнует. Что касается туалетов. Эта проблема, она всегда была. Количество туалетов сейчас порядка где-то там, ну, 40 кабинок на территории. То есть, если взять даже высоту эфу, там у нас стоит 12 в летний период. Но эти 12 туалетов не спасут. Даже не спасет любой туалет. Нужно понять, что за один день на территории даже одного маршрута проходит 3000 человек. Если мы уберем половину, полторы тысячи человек сходят в туалет, это нужно громадные очистные сооружения. То есть, мы стараемся все сделать для наших туристов. Но, то есть, туалет у нас обслуживает с каждого утра. Наполнение этого туалета происходит до 13.00. То есть, если там национальный парк порядка где-то 12 или там 13 миллионов только тратит на чистку этих туалетов. Мы согласны, что все начинается с туалетов. Это куда-то не придешь, всегда должен посмотреть на туалет. Но нужно понять нашу ситуацию. Мы не можем поставить за каждым туалетом сотрудника, который должен стоять, чистить и убирать. Потому что одни люди приходят, хорошо сходят, а другие приходят так, что сходят прямо на потолок. Это нереально посмотреть, проверить и так далее. Поэтому национальный парк всегда уделяет внимание, что туалетам, что муссу. Но пока количество стабильно. Сколько нужно поставить туалет? Вот кто ответит на вопрос, сколько нужно поставить туалет? Наверное, в два раза больше, чем есть сейчас. Ну хорошо. И что от этого изменится? Я уверен, что наполнение будет такое же. Эта ситуация не изменится. И это не касается только нашего национального парка. Это касается всех национальных парков. Это везде природа. Ну как бы проблема с туалетами. То есть мы стараемся ее решить. Но кто-то хочет там, может добро пожаловать в платный туалет сходить. Ну и в платных тоже происходят такие случаи, которые тяжело придумать. Даже у нас в туалете на музее, в писсуаре, как-то что-то произошло, что не должно было быть. Это естественная среда людей, которые приходят, они платят. И мы хотим в туалет. Мы тоже хотим. На этот ответ вопрос. Никто не ответит. Ну вопрос такой, да, открытый. Вопрос для обсуждения. Сколько туалетов нужно в Калининградской области? Ну там в городе Калининграде. Чтоб всем хватило. Это риторический вопрос. Если у кого-то есть решение вопросов, добро пожаловать. Мы открыты. Мы готовы рассмотреть ваши предложения, чтобы наши туалеты всегда были чистыми. Я с удовольствием буду в первых рядах. Отлично. Я думаю, что предложения будут поступать. Давайте обсудим еще одну важную тему про велодорожку. Поговорим про приятное. На каком этапе сейчас находится ее обустройство? Обустройство велодорожки у нас уже пройдено порядка 25 километров. Мы почти уже дошли до Рыбачьего. То есть все работы, которые касаются именно жесткого покрытия и таких работ в связи с наступлением мороза были приостановлены, чтобы не нарушать технологию. Но сделано порядка где-то 6 километров. Даже в зимнюю, когда снег у нас лежал, наблюдались следы велосипедов. Конечно, мы говорим, что пока по ней рано еще ездить. Она не до конца сделана. Не сделаны еще просеки, которые идут каждые 500 метров. Поэтому кто едет по велодорожке, это чисто должен быть внимательный человек. И он несет ответственность полностью на себя. Окончание велодорожки у нас будет в следующем году. Мы ее наполним и информативно. Велодорожка появится и уже есть желающие, кто хочет поставить прокаты велосипедов, ремонта. Велодорожка идет полным ходом, и мы очень этому рады. Мы думаем, что она даст разгрузку с условием автотранспорта на территории национального парка. То есть, возможно, в будущем можно будет и велосипед в аренду взять, да? Велосипед можно и сейчас взять в аренду. Мы будем надеяться на то, что к нам все-таки люди будут приезжать в Зеленоградский район, в городе Зеленоградск, оставлять свои машины на парковках, брать велосипеды и приезжать к нам на территорию, прокатиться, замечательно провести время и вернуться обратно. Вот, кстати, передо мной сейчас лежит еще очень интересное такое издание. Это лесная газета и такой альбом с маршрутом про Курскую косу. Расскажите, что это такое и можно ли это будет приобрести всем желающим. Лесная газета – это газету, которую выпускает национальный парк. Скажу так, что в основном ее смотрят только жители Курской косы. То есть, ее можно взять на КПП. Она абсолютно бесплатная. Там идет наша наиболее такая правильная информация о всех наших мероприятиях, которые мы провели за год. Мы ее стараемся распространять в школах, чтобы в первую очередь дети читали, у них было желание всегда к нам приехать, а у нас именно с ними поработать. Вы упомянули про жителей. Мы за эфиром немножечко успели поговорить о том, что сегодня жители территории национального парка – они ваши друзья. Раньше было немножечко по-другому. Вот расскажите немножко про это. Действительно, жители стали нашими друзьями. Я думаю, что все рады, что они проживают на территории национального парка, потому что и сотрудники, и сама администрация стараются сделать для жителей более такой аспект, в котором они должны стать участниками нашей жизни. То есть, мы стараемся, чтобы не то, чтобы усложнить у них, усложнилась жизнь, мы стараемся, чтобы они начали заниматься туризмом, начали заниматься ремеслом, который может им приносить денежные средства, и они могли бы зарабатывать. Для нас это положительный аспект. Это в плане того, что туристы, которые едут, уже основное скопление происходит на территории поселков. То есть, мы рады, что у нас развивается пляжная инфраструктура. Потому что, когда идет развитие пляжной инфраструктуры, уже меньше людей разъезжаются по основной территории, чтобы было меньше нарушений. Вы приехали в развитый поселок, у вас хороший променад. И хорошо отдохнули, покушали и счастливо уехали домой. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Еще раз поздравляю с профессиональным, можно сказать, праздником. Я напоминаю, что в студии «Балтик Плюс» был Анатолий Калина, директор национального парка «Куршская коса». Анатолий Калина, директор национального парка «Куршская коса»